МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Прохладно сегодня. Все тепло обещают, а его нет. Опять мне это подсунули. Послушай. Война, война, летят снаряды, горит земля. Браток, ты не падай, лучше стреляй. Знаешь, что за рифмоплет писал эти верши? Райка Бурлакова. Гнать таких писать шею надо. По словам судмедэксперта Румянцева, удар пришелся в область затылочной кости. Смерть наступила около 12 часов назад. Орудие убийства. Не вот это? Покажи-ка. Посмотри. Да, похоже. Молодец, Саша. А эти следы на вскидку 41-го размера. Так что, Паша, это серьезно тот самый Жопневый? Самый тот. Ай, жалко мужика. Вот такие военные рассказы. Я его партизанскую стрелу зачитал от корки до корки. А Жопневый, это фамилия или как? Свидоним. В 56-м Георгий Ильич официально сменил фамилию на Жопневый. Он не встретил меня с электрички утром. Я подумала, что он, как обычно, всю ночь писал и под утро заснул. То есть, вас вчера здесь не было? Я целый день провела дома. 10 апреля 1975 года в дачном поселке Товарищество Литератор в 15 километрах от Харькова на персональной даче был убит член Союза писателей, герой соцтруда, лауреат государственной премии, участник Великой Отечественной войны, главный редактор издательства Георгий Ильич Жопневый. Обнаружила писателя его супруга и личный референт Нина. Ниночка! Боря! Горя, горе. Простите, а вы кто? Борис Горбачев, друг Георгия. Мне Ниночка сообщила об убийстве. Прости, друг. Скажите, где вы провели вчерашний вечер? Дома в Харькове. А вы что, уже знаете, кто это сделал? У меня встречный вопрос. Может быть, вы знаете о недоброжелателях или конфликтах убитого? Борь, расскажи им про ресторан. Да-то было дней пять назад мы с Георгием обедали в ресторане литераторов Лира. Я все-таки выбил командировку. Через два месяца с Ниночкой едем в Италию. Какие у мылосы, как я вам завидую. Давай. Михаил, тебя уже выпустили? Что, не ожидал? Думал, я сгонил в тюрьме? А? Предатель! Глаза мне смотри! Тихо, люди, кругом, тихо. Боялся испачкаться, да. А ведь мог же помочь. Десять лет коту под хвост. Да чтоб ты сдох, гнида! Пойдем, пойдем, хватит. Хватит бузеть. Слушай, вот, держи, тебе на первое время. Да, вот еще. Звони, когда нужна ваш помощь. Ты, Боря, человек, а это дерьмо. Конфликт в ресторане Лира спровоцировал бывший коллега Жавтневого, некогда его близкий друг, писатель Михаил Рымш. Рымша был известен как автор повести «Две войны» и серии приключенческих рассказов «Капитан Север». Михаил отсидел 10 лет за убийство любовника жены. Всеми забытый, недавно он вернулся из колонии. Тогда, 10 лет назад, Жавтневый вместо того, чтобы поддержать друга, публично осудил Рымшу за совершенное преступление. Отвернулся от него, не помог с адвокатами, ни разу не приехал к нему в колонию и не ответил ни на одно его письмо. Простите, Болгороди, что-то мне нехорошо. А это что? Травяной чай. Нина пояснила, супруга мучили частые приступы мигрени. Для профилактики он заваривал чай из лекарственных трав. Ниночка встретить, а это? Георгий меня ждал вчера, но я не смогла приехать. Ну, если бы я знала, что так произойдет. А это ваша перчатка? Нет, мы остались по льду. Это Анфиса. Анфиса – дочь Георгия Жавтневова от первого брака. Девушка жила со своим сожителем, актером Евгением Анастасовым. У него была комната в коммунальной квартире. Эта комната была своеобразным салоном, где собиралась творческая интеллигенция. Я открою. Ребята, к нам милиция. Добрый вечер. Вы Анфиса? Да, я. А в чем дело? Мне нужно с вами поговорить лично. Посторонних просьба покинуть помещение. А чего это вы тут командуете? Вы вообще знаете, кто я такая? Так, ладно, я звоню отцу. Анфиса. Товарищ Жавтневый убит. Пожалуйста, пожалуйста, ребята, не сейчас. Как? Папа, нет. Где вы были вчера вечером? Я дома была. Александр Семенович, смотрите, что я нашел. Вторая такая имеется. По словам Анфисы, вторую перчатку она потеряла. Где? Не помнила. А какой размер обуви у вас? Вы что, Женю подозреваете? Сорок первую. Вы что, меня за это арестуете? Разберемся. Собирайтесь, поедете с нами. Анфиса принадлежала к числу так называемой «золотой молодежи». Росла без матери, именитый отец для нее ничего не жалел. Все лучшее – дочери. Год назад 20-летняя Анфиса сошлась против отцовской воли с актером Харьковского академического театра Евгением Анастасовым, который был старше ее на 16 лет. В 1965 году Анастасов снялся в картине «Огнезавода» и стал звездой экрана. Однако не выдержал испытания славой, стал выпивать. Жафневый не хотел, чтобы дочь жила с таким человеком. Первым делом Георгий Ильич решил Анфису финансовой поддержки. Но к отцу она не вернулась. Ее все устраивало. Когда дочь бросила институт, Жафневый разозлился и заявил, что лишит ее наследства. Словно ветер он не бросал. Для Анфисы это значило, что после смерти отца она не получит ничего. А ведь кроме имущества были еще авторские отчисления. Неплохие деньги, на которые можно было жить безбедно. В дачном поселке Товарищество Литератор на даче убили члена Союза писателей Георгия Жафневого. Смерть наступила в результате сильного удара в область затылочной кости. В доме сыщики обнаружили след от туфли 41-го размера, а также перчатку дочери убитого писателя. Год назад Анфиса против воли отца сошлась с актером Харьковского театра. Жафневый грозился лишить непокорную дочь наследства. Я не убивала отца. Мы с Женей не имеем к этому отношения. А вот факты говорят об обратном. Согласно выводам экспертизы, следы в дачном доме Жафневого полностью совпадали со следами туфель Анастасова. Да вы что-то путаете. Я даже не знаю, где эта дача находится. Ну, конечно. Нашли крайних? А почему вы Нину не арестовали? А должны были. Эта женщина младше моего отца на 30 лет. Она вышла за него, чтобы овдоветь, понимаете? И сейчас она живет в его квартире за его счет и будет получать посмертные выплаты. Анфиса, у вас был точно такой же мотив убить отца, чтобы он не лишил вас наследства. Значит так, мы ни в чем сознаваться не будем. Совершенно с тобой согласен. Имеете на это право. Уведите его. Павел Иванович, я тут нарыл кое-что интересное. Месяц тому назад на Жавтневова было совершено нападение. Он написал заявление в милицию, однако потом забрал его в связи с примирением сторон. Так кто напал-то? Пойтесса, как ее? Бурлакова. 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 Слушай, это же на ее стихах лежала голова убитого. Я думаю, откуда я ее знаю. Свидетелем инцидента, который произошел между поэтессой Раисой Бурлаковой и Георгием Жавтневым, стала его супруга Нина. Следователь решил подробно расспросить ее об этом. Я думаю, не просто так погиб Жора. В нашем доме ходит дурная слава. Писатель Жавтневой проживал в одном из самых легендарных домов Харькова. В середине 20-х годов прошлого века в Харькове активно возводили дома для профильных специалистов. Квадратные метры распределялись при помощи жребия, из-за чего между именитыми писателями то и дело вспыхивали конфликты. Нина Михайловна, я в мистику не верю. Да и Георгий Ильич был убит не здесь, а на даче. Пожалуй, это все мои нервы. Вы присаживайтесь. Вы хотели спросить про конфликт с Бурлаковой? Да. Месяц назад Жавтневой возвращался с творческой встречи с рабочими тракторного завода. Жавтневой! Рая, что ты тут делаешь? Если ты не напечатаешь меня в альманахе, я тебя пристрелю как собаку, понял? Рая, успокойся. Жора! За тебя что, напали? Кто это был? Это сумасшедшая Бурлакова. Пойдем потихоньку. Пойдем, Жора. Так вот, она угрожала моему... Боэтесса Раиса Бурлакова угрожала Жавтневому настоящим боевым оружием, наградным ТТ. Он принадлежал ее отцу, герою Великой Отечественной войны. Генералу Бурлакову потом пришлось извиняться за дочь, просить Жавтневого не давать ход этому делу. Конечно же, он разобрал заявление. Павел Иванович, я хотела вам кое-что показать. Видите эту запись? В ежедневнике Георгия были расписаны даты лекций встреч, выступлений. Все подробно, где, в котором часу и с кем. А вот на следующий четверг имелась странная пометка. Девять утра ПВ. Как личный референт Жавтневого, Нина персонально составляла его расписание. Но об этой встрече муж не сказал ей ни слова. Я могу взять этот дневник? Берите, конечно. Сейчас, секундочку. Здравствуйте. А я к вам прямо с киевского поезда. Леана Кныш, молодая писательница, бывшая студентка Жавтневого, еще не знала о том, что произошло. Ниночка, скажите, пожалуйста, а как это понимать? Будучи в Киеве, Леана узнала, что Жавтневый выступил против ее членства в союзе писателей. Якобы она еще молода, у нее не так много заслуг. На деле же у Леаны вот-вот должен выйти роман, который киностудия Довженко собиралась экранизировать. Где Георгий Ильич? Я хотела бы посмотреть ему в глаза. Дело в том, что Георгий Ильич... Что? А вы кто? Леана Кныш, писательница. Следователь прокуратуры. Чугай Павел Иванович. А что случилось? Позавчера вечером вы были в Киеве? Да, на встрече с режиссером в Доме кино. А что это у вас за вопросы такие странные? Георгий Жавтневый убит. Боже мой, Нина. Простите, я же ничего не знала. Я искренне сочувствую вашей потере. Я, наверное, вас оставлю. Не провожайте. Она всегда такая эмоциональная. Вы не обращайте внимания. Ну да, товарищеские люди. Кстати, а где я могу найти Бурлакову? Идите в ресторан Лира. Не ошибетесь. Спасибо. До свидания. До свидания. Зарубил выход моей статьи. Обозвал графоманом. Ну, за упокой души. Помаленькое. Теперь все только вздохнут. Добрый вечер. Мне нужна Бурлакова. Раиса Гаврилова. Родной мой, где вы ходите? Я вас давно жду. Раиса Гаврилова. Бурлакова рассказала. Жавтневым давно на ножах. Он всегда критиковал ее стихи. А у меня ведь уже пять сборников вышло. Мне нужно знать, где вы были... Вечер убийства? Да. Вечер убийства. Я была на вокзале. Четку из Кишинева встречала. Кишиневский поезд опаздывал. И Бурлакова несколько часов провела на вокзале. Пока бродила по перрону, заметила Нину. Супруга Жавтневого? Именно. Она садилась на электричку. Кажется, в направлении Золочева. В этом же направлении находилась и дача Жавтневого. А Нина сказала оперативникам, что в этот день была дома. Она явно что-то скрывала. Кстати, Анфиску, вы совершенно зря держите. По словам Бурлаковой, в вечер убийства Анфиса и Анастасов были на квартирном выступлении запрещенного барда Троянского. Вы тоже там были? А как же. Троянский вопали. О таких вещах лучше молчать. Анфиска поэтому и не колется. Ясно. Спасибо большое. До свидания. На этом этапе следователю было ясно одно. Смерти Жавтневому желали многие его коллеги. Он имел влияние в литературном обществе и при этом был слишком непримиримым человеком. Жавтневый был категорически против блата, протекции. Кто-то даже зло пошутил, что после его убийства наступит Жавтневая оттепель. Следователь решил проверить слова Бурлаковой и выяснить, куда Нина ездила в день убийства. Ведь электричка, в которую она садилась, шла в направлении дачи Жавтневого. А вдруг Анфиса, дочка писателя, права, и Нина действительно вышла замуж, чтобы стать вдовой. Следователь Чугай вызвал Нину на повторный допрос. Здравствуйте, можно? Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Что-то случилось? Нина Михайловна, вы сказали, что в день убийства весь день были дома. Но вас видели на вокзале, как высадили золочевскую электричку. Которая, между прочим, едет в сторону вашей дачи. А вы это скрыли? Да. Я уезжала. Только не в Золочев. Я в Мерефе была. Это в другом направлении. С какой целью вы посещали Мерефу? Это личное. А, ну, если личное. Нина Михайловна, и все-таки? У гадалки была. Имя у гадалки есть? Леонора. Адрес ее напишите. Я не помню так. Она недалеко от вокзала живет. Нина Михайловна, вы усложняете нам задачу. Но мы обязательно это выясним. Свободны. До свидания. Темнит она что-то. Нет. Выкручивается. Может, задержать ее надо. Упустим. Значит так. Дуй завтра в Мерефу. Через участкового найди Леонора, если, конечно, такая есть. И расспроси все про Нину. А сегодня вот тебе адреса. А проси всех, кто был на квартирнике у этого барда Троянского. Будь сделана. Сейчас посмотрим, что у нас тут. я же говорила тебе. И что теперь делать? Значит так. Сожжешь полночь на перекрестке и развеешь по ветру. Поняла? Все, поняла. Да, Ниночка. Все. Сколько с меня? 15 за приворот. Итого 25. А он вернется точно? Деточка, я работаю с гарантией. Спасибо. Что карта показывает? Пустые хлопоты из-за трифового разговора. В выпуске известного сатирического киножурнала «Фитиль» разоблачается плутоватая гадалка в исполнении великолепной актрисы Фаины Раневской. А также высмеивается ее уж слишком доверчивая клиентка. Властная предсказательница с невероятной легкостью подчиняет своей воле мысли собеседницы. Заморочив клиентке голову картами, многозначительными формулировками типа «морьяжная постель» и «трифовый разговор», ворожка-мошенница хитрым прибором с синей лампой с легкостью выманивает у женщины приличную сумму. Однако обманывать заказчицу провидеться не собирается. У нее есть свой метод решения проблем. Он, конечно, имеет мало общего с магией и колдовством, зато отличается исключительной эффективностью. Любые привороты и отвороты меркнут перед силой порткома. Это мой долг, моя гражданская обязанность. Эй, ты куда прешь? Мы здесь с утра стоим. Гражданочка, мне погадать очень срочно. Ну, здравствуй, милок. Что, девушка бросила? К гадалке Леоноре очередь выстраивалась с самого утра. Люди шли непрерывным потоком. Присаживайся. Сейчас приворожим. Фотографию принес? Шатенка. Дама червей. Ты муж? Тюдор, шо ж ты мне голову морочишь? Ну, мог бы и сразу сказать. Че надо-то? Посмотрите внимательно. Эта женщина к вам приходила? Ну, приходила. Когда? Мне нужно знать точно. Четверг, 10-го. Леонора рассказала. Нина просила помочь с мужем. Якобы он у нее богатый, но жадный. Одевает, как королеву, водит по ресторанам, но денег дает в обрез и вечером требует отчет, куда она потратила сдачу. Спасибо. Хочешь, раскину? Бесплатно. Не, я в это не верю. Я же комсомолец. Понятно. К этому времени оперативник Соколов поговорил со всеми гостями квартирного концерта, который проходил в день убийства Жавтневова. Все они подтвердили, что и Анфиса, и Анастасов там были. Получалось, что кто-то, заранее спланировав убийство, подставил их вместо себя. Анфиса, вспоминайте, когда у вас пропала эта перчатка. Ну, где-то за несколько дней до убийства. Кто приходил к вам последние несколько дней? Да кто только не приходил. Даже отец был. Но мы разругались, и он ушел. Кто угодно мог взять перчатку и туфли, и также незаметно подложить их обратно. Потом дядя Боря был. Горбачев? Да. Он уговаривал помириться с отцом. Рымша еще был. А Рымша что там делал? Да это Женька его приволок. Анфиса не приволок. Михаил Рымша. Литературный дар. Гений. Незаслуженно забытый. Как долго он вас пробовал? Не помню. Гостей у нас всегда много, и я за ними не слежу. Понятно. Можете идти. Вы свободны. Спасибо. Пошли. Значит так, Саша. Иди-ка навести Рымшу и узнай, где он был вечер убийства. Если что, сразу вези сюда. Потерпите, сейчас легче будет. Так, что здесь происходит? Оперуполномоченный Соколов. Все признаки алкогольного отравления. С соседом распивали. А что они пили? Я не знаю. Что вы пили? Коньяк. О, ну что там? Как Рымша? Живой. А сосед его по дороге в больницу скончался. Угу. Чем дальше влез, тем злее дятлы. Ты бутылку на экспертизу отнес? Да, да, да. Сразу же. А потом Крымша в больницу. Я там такое узнал. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы узнали, что товарищ Рымша в больнице? Да мне мисси Страпова в просьбе позвонила. Я сразу и приехал. Кстати, мы только что говорили. И оказывается, коньяк оставил Жора Жавтневой. Вот как? С трудом выговаривая слова, Рымша рассказал, что Жавтневой пришел с бутылкой коньяка поговорить. Но они поругались. Жора ушел, бутылка осталась. А сегодня к Рымше заглянул сосед. У него день рождения. Вот Рымша и открыл этот коньяк. Убить меня хотел, сволочь. Дай воды. Вообще перестаешь что-либо понимать. Так что ж получается? Жавтневой хотел убить Рымшу? Правильно. А тот его опередил и убил первым. Пришел к Анфисе, украл перчатку, туфли. Ну, допустим. А мотив? Старая вражда? Да нет, там что-то посерьезнее. Добрый день. Мне нужен лечащий врач Михаил Рымша. Врач оценил состояние писателя, как очень тяжелое и нестабильное. У Рымши началось ухудшение. Медики делали все возможное. Угу. Хорошо, завтра, значит. Слушай, может, Нина знает про их отношения? Чтобы поговорить с Ниной, следователю пришлось ехать на дачу. Она готовилась к похоронам. Вы помните пометку в ежедневнике ПВ, 9 утра? Да. Есть информация? Сегодня Нине звонил секретарь областного филиала Союза писателей Павел Валерьевич Царицын. Принес соболезнования и сообщил, что ждал Жавдневова в 9 утра в четверг. Ну вот как. Все оказалось гораздо проще, чем мы с вами думали. Но я еще кое-что нашла. Что? Незадолго до смерти Жавдневой искал зеленую папку, перерыл всю квартиру. Говорил ему, во что бы то ни стало, надо ее найти. Мы даже поссорились. Нина вспомнила. Эту папку вместе с другими бумагами они перевезли еще летом на дачу. Жавдневой спешно собрался и отправился в дачный поселок. Роман Рымша. Муж делал пометки в записи. Когда Рымшу посадили за убийство, его роман так и не издали. Приехав на дачу, Жавдневой нашел эту папку, о чем сразу же сообщил Нине по телефону. А сегодня я ее нигде не нашла. Я все перерыла. Понимаете, мне кажется, если бы не этот роман, Жора остался бы жив. А это что? Да вот, только один листок остался. Я на подоконнике его нашла. Полковник Курбатов, агент Родригес. Полковник Курбатов, агент Родригес и Марта спустились в шахту Одина на глубину 322 метра. Рядом с лифтом стоял ящик, набитый слитками золота. Чуть дальше поддон со сваленными в кучу золотыми монетами и драгоценностями. Марта с горящими глазами накинулась на бриллианты, которые отблескивали всеми цветами радуги. Это цитата из отрывка неизданного романа Михая Рымши. Ради вот этой зеленой папки писатель Жавдневой поехал на дачу и в тот же вечер его убили. Что же такого было в этой рукописи? Сам он давно ничего не писал, лишь очерки, статьи, мемуары. Следователь выдвинул версию. Что если Жавдневой решил под своим именем опубликовать роман всеми забытого Рымши, чтобы упрочить свой авторитет в литературном мире? Рымша каким-то образом об этом узнал и, возможно, пригрозил вывести Жавдневого на чистую воду. Чтобы этого не случилось, Жавдневой решил отравить Рымшу. Подсыпал в бутылку с коньяком яд. Но Рымша опередил его, убил и забрал свою рукопись. Следователь решил поговорить с секретарем Харьковского филиала Союза писателей Павлом Валерьевичем Царицыным и узнать о цели несостоявшейся встречи с Жавдневым. В дачном поселке Товарищество Литератор на даче убили члена Союза писателей Георгия Жавдневого. Смерть наступила в результате сильного удара в область затылочной кости. Месяцем ранее Георгию угрожала пистолетом поэтесса Бурлакова. Жавдневый критиковал ее стихи, но на момент убийства у Бурлаковой есть алиби. Выясняется, на дачу в день убийства Жавдневый отправился, чтобы отыскать рукописи неизданного романа Михая Рымши. С которым у него произошел конфликт в ресторане Лира. Жена погибшего утверждает, что рукопись он нашел, но на даче ее не обнаружили. Почему Жавдневый хотел встретиться с вами? Сказал, что вопрос очень серьезный, какие-то рукописи... Когда Рымшу посадили за убийство, его роман так и не издали. Приехав на дачу, Жавдневый нашел эту папку, о чем сразу же сообщил Нине по телефону. А это что? Да, новый шпионский роман молодой писательницы Лианы Кныш. Царицын отметил, Жавдневый был против выдвижения ее кандидатуры в члены Союза писателей. Считал, что она еще не доросла. Вы знаете и зря, она очень литературно одаренная барышня. Завтра идет печать. Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Ренригес прервал Курбатова на полусловие. Слушаю, рассказала Марта. Я вам подскажу. Эти трое ищут сокровища Третьего Рейха. Любопытно. Дойдите почитать? Никому бы другому не дал. Ну уж, коль товарищу следователю так интересно, почему бы и нет. Но с возвратом. Да, конечно. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Покопавшись в библиотеке, оперативник нашел все, что Рымша написал за эти годы. Среди прочего, целый ряд статей о янтарной комнате, о сокровищах тамплиеров, рассказы, основанные на древней германской мифологии. Следователь сопоставил текст на листке, который нашла Нина, со свежей печатной рукописью Романа, шахта Одина, Лианы Кныш. Они были идентичны. То есть Роман, Михая, Рымши действительно украли. Только не Жавтневой, а Лиана Кныш. И Жавтневой об этом догадался. Вероятно, собирался поднять скандал. Здравствуйте. Здравствуйте. Не ожидали вас здесь встретить. Можно к вам присоединиться? Да, конечно. Следователь с оперативником застали Лиану Кныш в ресторане «Лира». Нам почти удивилась прочесть ваш новый роман. Да, уже даже киносценарий готов. Вы, наверное, заканчивали исторический. Нет, чтобы написать этот роман, мне пришлось очень долго просидеть в библиотеках и архивах. Знаете, есть такой писатель, который, правда, очень давно тоже писал о сокровищах Третьего Рейха. Михая Рымша. Вы знаете такого? Нет, не знаю. А вы что, уже покидаете нас? Да, мне нужно идти. До свидания. До свидания. Быстро проследи за ней. Узнай, куда она. И потом сразу войдем. Официант! Алло, это я. Да, это срочно. Меня спрашивали о Рыше, а вдруг все вскроется? Милый, я этого не вынесу, я все расскажу. Ну, лакояс-то, заждался уже тебя. Рассказывай. В общем, так, Павел Иванович. Сразу же после нашего разговора Леана побежала звонить. Кому? Расслышал? Нет. Назвала Милый. Милый. Пойди догадайся, кто этот Милый. Что дальше? Рассказала, что мы интересовались Рымшей. Боялась, что все раскроется. Потом выбежала на улицу, нервничала, бегала туда-сюда. Ну, не раз запомнил? Нет, далековато было. Японский городовой сайм. Пойди сущи теперь этого милого. Да. Разрешите, Павел Иванович? Проходите. Что там у вас? Согласно выводам токсикологической экспертизы, в коньяке, который Рымша выпил с соседом, обнаружен цикутин. Яд, который содержится в растении цикута. И с чем его едят? Эх, молодежь. В Древней Греции цикуту использовали как государственный яд. Смертная казнь у них была такая. Игорь Ильич, а где берут этот яд? Пошел в лес на речку и нарвал только в перчатках. Да. Звонили из больницы. Рымше стало легче, и он готов давать показания. Звонили из больницы. Рымше стало лучше. Поеду лично его допрошу. Это был мой роман. Он назывался «Сокровище Одина». Рымша пояснил. Десять лет назад он дал Жавдневому почитать рукопись и просил высказать свое мнение. Тот был категоричен, мол, слабовато, нет идеологии. Не туда автора понесло. Завидовал. Я знаю, что незадолго до его смерти вы встречались. Да, он приходил ко мне. Я же тебе в ресторане дал ясно понять. Все, точка, уходи. Послушай, Михаил. Твой роман бессовестно передрали и собираются напечатать. Я знаю, кто. Мы разоблачим. Я помогу. Ты уже помог, помощничек. Да ты знаешь, как я десять лет гнил в тюрьме, а? Ты хоть раз появился? Передачку хоть передал одну какую-то колбаску там или папироски? Да ты человека убил. Ну, дал бы морду. Любку бы свою поколотил хорошенько. А то сразу за нож. Знаешь что? А ну-ка иди отсюда. Ничего мне от тебя не надо. А еще раз придешь, убью. Вы меня извините, но уже пора закуриться. Сиваш, опять я не понял. Доктор, обижаете. Вы же сказали не пить, я и не пью. Что там? Травка, чай, жена заварила. Смотри у меня. Что-то мне это напоминает. А это что? Древяной чай. Товарищ следитель. А? Вот я понять не могу, почему Жора меня хотел травить? Выясним. Доктор. Да-да. Ему никого не пускайте, обо всех посетителях сообщайте мне лично. Хорошо. И сейчас пришлют к вам дежурного милиционера. Следователь решил выяснить, где Нина брала травяной чай. Оказалось, его для писателя Жавтневова передавала супруга Бориса Горбачева Наталья, фитотерапевт, доктор биологических наук. Работала она в ботаническом саду университета имени Горького в лаборатории медицинской ботаники. Имела огромный опыт в траволечении. Именно Наталья составила лечебную смесь из лекарственных растений Георгию Жавтневову и назначила, как ее пить. Следователь направился к ней, чтобы узнать, откуда убийца мог взять яд цикуты. Наталья, скажите, пожалуйста, вы знаете что-то о растении цикута? Наталья с восхищением описала, что цикута – это целебное лекарственное растение, препараты на ее основе новое слово в лечении эпилепсии. Но цикута одновременно и очень опасна. Одно прикосновение к ней может закончиться летальным исходом. А у вас в лаборатории есть цикута? Конечно, мы же ее выращиваем. А ваш муж бывает у вас на работе? Что за странный вопрос. Заезжает иногда на машине, но сегодня оттуда поздна, и супруг ночует на даче. А у него такой жигуленок зеленый. Нет, у Бори бежевая Волга. Писательница Лиана Кныш села в бежевую Волгу, когда за ней наблюдали сыщики. Следователь с оперативником немедленно направились к ней. Дома Лианы не оказалось. Вероятно, она с Горбачевым поехала к нему на дачу, обсудить, как действовать дальше. Недалеко от дачного поселка, рядом с лесом, следователь с оперативником заметили пустую бежевую Волгу. Из леса доносился звук заступа. Руки вверх! Стоять! Не двигаться! На теле писательницы Лианы Кныш признаков насильственной смерти не нашли. А вот в ее крови была лошадиная доза цикутина. В молодой писательнице и Бориса Горбачева, друга Жафневого, был роман. Горбачев решил обеспечить безбедное будущее своей любовнице. У него давно хранилась рукопись романа Михая Рымша «Сокровище Одина». Оказалось, 10 лет назад Рымша дал его почитать не только Жафневому, но и Горбачеву. Каждый из них был уверен в том, что он единственный обладатель черновой версии. Плагиат уже под именем Лианы Кныш поступил в издательство и попал в руки к Жафневому, как к главному редактору. Прежде чем обнародовать этот факт, Георгий Ильич рассказал все своему другу Борису Горбачеву. Собираясь разоблачить Лиану Кныш, Жафневый сам, того не зная, фактически разоблачал своего старого друга Бориса. Именно поэтому Борис Горбачев решил избавиться от Жафневого и от Рымши. Добавил в бутылку коньяка яд, предложил Жафневому пойти вместе к Рымши, чтобы поговорить, но в последний момент Горбачев отказался идти, сославшись на недомогание. Пришлось Жафневому идти самому. Бывшие друзья снова поругались, и нетронутый коньяк остался у Рымши. Борису Горбачеву ничего не оставалось, как придумывать новый план. И вы решили подставить Анфису и Анастасова. Именно поэтому незадолго до убийства вы приходили к ним. Все это вы знаете. Да, так и было. Анфисочка, советую тебе, помирись с отцом. Ведь боли-то невозможны. Но вы же сами знаете, как он относится к моему Жене. Я знаю, как тебе тяжело. На, вот, возьми. Спасибо большое. Мы сейчас совсем на миле. Да ладно. Дядь Боря, а давайте выпьем чаю? Не откажусь. Вы присаживайтесь. А я только чайник поставлю. Мне тоже много чего они любят. На, вот, отт demostровую кремacу. В тот день мне позвонил Жавтнева и сказал, что нашел черновики Романа. Горбачев выяснил, сколько Жавтневы еще пробудет на даче. Услышав, что Нина приедет только завтра, решил действовать. Взял пузырек с порошком цикутина, но им не воспользовался. Война, война, летят снаряды, горит земля. Браток, ты не падай, лучше стреляй. Ты знаешь, что за рифмопед писал эти вершины? Райка Бурлакова, гнать таких писать в шею надо. После этого, как все произошло... После убийства Жавтневова Горбачев пришел к Анфисе, якобы за забытым зонтом, и положил туфли на место. Оба. Странные вы люди. В стихах вы прославляете человека, дружбу, любовь. А на деле все ваши писательские братья такая кровожадная. Все мы люди. Просто люди. Процесс над Горбачевым был громким. Литературная общественность разделилась на два лагеря. Подавляющее большинство, по естественным причинам, осуждали его. Но нашлись и те, кто пытался его оправдать. Суд приговорил Бориса Горбачева к расстрелу за убийство трех человек. После разбирательства с авторством, роман Михая «Рымшее сокровище Одина» все-таки вышел, но под псевдонимом. Фильм по нему так и не сняли.